Генеральный партнер информационного канала «Город» — фабрика индивидуальной мебели «Вирум». Проект компании «Вятка найди». Готовое интерьерное решение без наценок — философия компании «Вирум». Наши технические возможности позволяют воплощать ваши идеи. Лепси 12. Телефон 69-400. Без выходных. Подробности громкой аварии на улице Ленина с участием подполковника УФСИН Олега Ростовцева зафиксировали камерой видеонаблюдения. Напомним, в ДТП пострадали 4 человека. По предварительным данным, подполковник на Тойоте спровоцировал аварию с Ладой Калины. Подробности в рубрике «Место происшествия» материал имеет возрастное ограничение 12+. На съемке с камеры видно, как в 2 часа 50 минут Лада Калина выезжает на улицу героя Костина и направляется к улице Ленина. Водитель пропускает одну машину, затем поворачивает налево, и вдруг на огромной скорости в кадр влетает иномарка. Судя по всему, это Тойота Королла, за рулем которой был пьяный подполковник УФСИН. По этим кадрам несложно понять, скорость была более 100 км в час. Я не ехал за рулем, я не помню, что ехал я за рулем или не ехал. Как это так можно? Потому что мы наняли водителя, чтобы он нас довез. 0,656 мг на литр показания прибора, значит, результат. У вас установлено состояние алкогольного опьянения. Сейчас следствию предстоит установить степень вины каждого участника ДТП. По последней информации, пассажир Калады Ольга Нелюбина до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии. Кировские полицейские задержали наркодилера из Коми. 41-летний мужчина планировал заработать полмиллиона рублей на перепродаже наркотика под названием «Скорость». В ходе личного досмотра, кроме наркотиков, полицейские изъяли оружие. По данным полиции, потребителями этого наркотика могли стать 250 человек. Сейчас возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. На улице Производственной водитель Митсубиси врезался в стоящую на светофоре «Волгу». Судя по видео, от удара смяло багажник «Волги». По данным ГИБДД, в этой аварии пострадала 81-летняя пассажирка отечественного авто. Продолжение следует...